Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Речи Господь, просящему Тебя дай, и хотящего от Тебе заять и не отврати. Слышисти, як речи наесть, возлюбиши искреннего Твоего и возненавидиши врага Твоего. Аз же глаголю вам, любите враги ваши. Благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь от затворящих вам напасть, и изгонящие вы. Як одобудите сынови Отца вашего, и же есть на небесех. Як осолнце свое сияет на злые благие, и дождит на праведное и на неправедное. Ащеболюбите любящих вас, куем сдуимати, не имадарили тоже де творят. И ащи целуете други ваши, токма, что лишше творите, не язычницы ли так уж де творят. Будете убавы совершенней, як Отец ваш Небесный совершенно есть. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 14 июня, и мы с вами читаем Евангелие от Матфея. Читаем главу 5, 42 по 48 стих. А сейчас давайте с вами откроем русский переводного завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, просящим у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Мы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь над праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают им это ри? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Здесь перед нами ставится цель, озвучивается. Цель, выше которой ничего нет и быть не может. В принципе, это последние слова сегодняшнего евангельского чтения. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Слыхано ли дело? Сын Божий нас призывает к уподоблению Богу. Говорит, что мы должны быть совершенно как Он. Возможно ли это? Оказывается, возможно. Бог, в общем-то, ведь и сотворил человека для того, чтобы человек мог уподобиться Ему, стать преподобным Богу, прийти в состояние вышеестественное, сверхъестественное, прийти в состояние обожжения, чтобы уже дальше привести к состоянию обожжения весь окружающий мир. В этом такая вот цель существования человеческого существа. Понятно, что нам, людям, находящимся в состоянии ненормальном, в состоянии нижеестественном, мы находимся в состоянии падшем. Мы даже не то, что на уровне животных стали. Чего, кстати, многим горячим головам кажется, что человек там от обезьяны, например, произошел. Ну, действительно, что ж, порой видишь, что похож человек своими ужимками и прыжками на приматов. Чаще всего мы гораздо ниже животных находимся. Животные, знаете ли, не грешат. Знаете, ворон ворону глаз не выклюет. Человек запросто. В своих страстях и грехах мы превращаемся, зачастую, вообще в невесть. Кого? И понятно, что, видя вот себя такими, видя такую жизнь, думаешь, какое совершенство, о чем может идти речь. Но, тем не менее, Господь говорит, вот что такими должны быть. А что же для этого нужно? Для этого нужно вообще посмотреть на свою жизнь и понять, что хорошо, что плохо. И дальше, пользуясь вот этими руководствующими словами Божьими, в своей жизни уже начинать что-то менять. Но, конечно же, для человека это становится важно и актуально тогда, когда он понимает, что, то есть, я желаю быть с Богом. Да, состояние Божьего для меня важно, самое главное. То есть, я желаю спасения, я христианин. Потому что, когда для человека это неровным счетом ничего не значит, то, конечно, все это покажется ему безумием. Но очень хочется надеяться, что слова евангельские, которые мы с вами ежедневно читаем, ну, не напрасно в наше сознание приходят. Ну, вот сегодняшнее евангельское чтение можно так вот с конца читать, да, что, то есть, Чалу Гримас, призывик к совершенству. А дальше вот как бы и смотрим, а как к нему прийти, что же надо прийти, что же надо делать. Так вот, надо быть похожим на Бога. Как Бог поступает, так и мы должны поступать. Как Он относится к миру, так и мы должны постараться относиться к миру. И вот и такие вот здесь рекомендации. Просящему тебя дай, и от хотящего занять тебя не отвращайся. Суть этих слов какая, если вот убрать, вот как бы вот этот внешний смысл, вот суть посмотреть. То есть, будь настроен внутри всегда помочь ближнему твоему. Всегда. Чтобы у тебя, человек, в сердце твоем была вот эта непоколебимая доброжелательность. Вот, кстати, да, сегодня мы вот читаем о любви к ближнему, о любви к врагам. И порой человек несколько теряется. Ну, как вообще можно любить, скажем, человека незнакомого? Ну, как можно любить врага? Потому что в нашем понимании любовь что такое? Это некие нежные чувства, да, это некая там какая-то привязанность. Ну, вот то, что мы видим в отношении любимых нами людьми, в отношении семьи своей. Ну, вот надо понимать, что в том языке, с которого к нам в русский язык пришло священное писание, в греческом, слово «любовь», оно имеет несколько смыслов, разными словами определяется. Так вот здесь, когда говорится о любви к ближнему и любви к врагам, имеется в виду такой смысл, вот эта непоколебимая доброжелательность. То есть всегда быть настроенным на добро, всегда быть готовым добро явить. Здесь не говорится, еще раз скажем, о какой-то нежности. Это может быть, а может и не быть. А вот стремление человеку дать добро, несмотря ни на что, вот это важно. Вот это действительно то, с чем к нам Бог относится. И вот, да вернемся к началу, просящему «дая, хотящего занять тебе, не отвращаясь». Когда у меня к человеку такое отношение, к любому, внутри вот это, вот это вот стремление и настроение, всякому дать добро, тогда, ну, для меня это все естественно и понятно. Попросили, если есть возможность, дал. Просили занять, тоже дал. А вот когда мы начинаем для себя решить, ой, тому надо дать, тому не надо дать, то в первую очередь свидетельство того, что на самом деле внутри-то у меня все не так складно. И, скорее всего, на самом деле давать-то я и не хочу вовсе. А вот этими рассуждениями пытаюсь оправдать свою жадность где-то. Хотя, несомненно, голову свою включать нужно. Да, если человек просит чего-то вредного для себя или вредного для окружающих, должен ли ему давать? Ну, конечно же, нет. Но не об этом речь. Речь идет о внутреннем состоянии. Опять же, да, вспоминаем, что Бог есть Дух, и Бог ищет поклонников в Духе. И духовное состояние для Него важно, наше духовное состояние. Остальное-то здесь уже, знаете, по ситуации уже нужно смотреть. «Слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». Ну да, воспитывался народ иудейский вот в таких понятиях. То есть научитесь хотя бы любить своих братьев, своих сограждан, своих близких. То есть научитесь понимать, что они ценные, потому что они принадлежат роду вашему. Чтобы потом, когда придет Спаситель, вы смогли научиться любить всех людей. А почему тут ненавидь врага твоего? Ну, иудеи жили в таких условиях, когда нужно было постоянно воевать и защищаться, и защищать свою веру, свой образ жизни. Очень важно было не раствориться в языческом мире. То есть здесь нужно было огородить себя. Ну, а что ж, и здесь, да, то есть удивительным образом Господь использовал для этого даже наши повреждения, наши страсти. То есть тут естественный гнев и ненависть к врагам, например. Да, Господь говорил, что, то есть вот его используют, чтобы не смешаться с тем народом. Но это был до прихода в мир Спасителя. А Господь приходит, Он дает нам благодать Божию. Дух Святой приходит к нам, Он готов нас менять. И мы действительно в Духе Святом можем стать другими людьми. Можем стать совершенными, как Отец Небесный, совершенны есть. А для этого надо научиться быть таким, как Он, научиться любить. И вот дальше Господь и говорит, что любите врагов ваших. Да будьте готовы всякому человеку, независимо от того, как он тебе относится, с добро к нему отнестись. А как этому натренироваться? А вот делай противоположное тому злу, которое вроде бы, ну как кажется, само собой разумеется. Потому что когда нас обидели, например, нам хочется отомстить. А тут сделай противоположное. И вот увидишь, как зло побеждается. Тебя проклинают, да, говорят о тебе что-то дурное, плохое. А ты в ответ не говори дурного, да не распускай слухи от человека. Наоборот, скажи о нем хорошее. Похвали его. Всегда тебе есть за что похвалить. И глядишь, может быть, этот человек, узнав о том, что ты так к нему относишься, такое доброе слово о нем сказал. Он и свою точку зрения изменит. А может быть, тебе придет и прощение попросит. И был врагом, а станет другом. Вот любовь что делает. Да, благотворите ненавидящим вас. То же самое. Человек к тебе плохо относится. А ты сделай ему что-то доброе. Подари ему что-то, помоги ему. Сделай ему приятное, в конце концов. И вот то же самое. Увидишь, что его вот этот накал гнева, если он есть, он очень сильно уменьшится. А то и вовсе исчезнет. Ну, молитесь за бежащих вас и гонящих вас. Да, то есть простите всякого человека, молитесь за них. Жалейте их, в таком состоянии не находятся. Они себя хуже только делают. И действительно будете сынами Отца вашего Небесного. Сынами, потому что вы становитесь одного настроя с Богом. Вы по духу с Ним похожи становитесь. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Ну, здесь под наградой как раз имеется в виду, что как вы с Богом будете в Царстве Его, если вы любите только любящих вас, а не любящих вас ненавидите? И не потому что вас Бог наказывает, себя тринет. Вы с Ним быть не сможете. Вы так и не научились любить. Да, то есть вот вы у иудеи себя считаете благочестивыми, особенно от фарисея, например. Но когда вы так вот поступаете, что этого люблю, того не люблю, потому что мне не ближний. Но вот вы над мытарями, например, кичитесь и считаетесь совсем худшими, они то же самое могут делать. А чем вы тогда отличаетесь? Если ты такой благочестивый фарисей, ну, покажи пример. Покажи пример того, что ты любишь не только ближних своих, а еще можешь любить врага твоего. Тогда действительно награда тебя ждет. Награда в том плане, что в сердце войдет благодать Божия. Наступит для тебя Царство Небесное. Вот такое Евангелие. Сегодня мы с вами успели прочитать. Братья и сестры читали мы Евангелие от Матфея, главу 5, это 42 по 48 стих. «Поминай все нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневных, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне пребывается всеми нами».